Бхикху-бодхи. Принятие прибежища. Предисловие. Принятие прибежища Сарана Гамана и пяти правил обучения Панчасила Самодана Это первые два шага, совершаемые человеком, желающим стать мирским последователем Будды. Совершая первый шаг, человек решает избрать Будду, его учения Дхамма и общину монахов Сангха идеалами, направляющими его жизнь. Второй шаг подразумевает решимость привести свои поступки в гармонию с этими идеалами через правильное поведение. Представленные здесь два раздела призваны дать ясное и подробное описание этих шагов. Хотя данный материал предназначен для тех, кто лишь недавно принял учение Будды, он может быть также полезен и тем, кто следует ему уже долгое время и желает понять смысл тех элементов духовной практики, с которыми они уже знакомы. Также он будет полезен читателям, желающим узнать о том, что нужно, чтобы стать буддистом. Чтобы сохранить компактность изложения и избежать неудобств, налагаемых форматом научного труда, ссылки на первоисточники были сведены к минимуму. Поэтому сейчас я перечислю источники, на которых основана эта работа. Раздел «Принятие прибежища» основан в первую очередь на стандартном тексте, входящем с небольшими различиями в комментарии к Худдакопатхе, в комментарии к Дикханикае и в комментарии к Маджхиманикае. Фрагмент из комментарии к Худдакопатхе был переведен в изданиях Пхикху Ньянамоли Minor Readings и The Illustrator, а текст из комментарии к Маджхиманикае в брошюре Ньянапоникатхеры The Threefold Refuge Введение Учение Будды можно сравнить со зданием, имеющим собственный фундамент, этажи, лестницы и крышу. Как и каждое строение, это учение имеет дверь, и чтобы оказаться внутри, нам нужно войти через эту дверь. Дверью или входом в учение Будды является принятие прибежища в трех драгоценностях. В Будде, просветленном учителя, в Дхамме, истине которой он учил, и в Сангхе, общине его благородных учеников. С древних времен и до наших дней принятие прибежища является первой ступенью к учению Будды, открывая путь ко всей остальной его части, от первого этажа до вершины. Все те, кто принимают учения Будды, входят через дверь, обращаясь за прибежищем. А те, кто уже ранее принял его, регулярно подтверждают свою приверженность следующим троекратным утверждением. Буддам саранам гатчами Я прибегаю к Будде, как к прибежищу. Дхаммам саранам гатчами Я прибегаю к Дхамме, как к прибежищу. Сангам саранам гатчами Я прибегаю к Сангхе, как к прибежищу. Сколь малозначительным и обыденным не казался бы этот шаг, особенно в сравнении со следующими высокими достижениями, не следует недооценивать его, потому что именно этот поступок задает направление и дает поступательный импульс всей дальнейшей практике буддийского учения. Поскольку принятие прибежища играет столь важную роль, то для продвижения по пути совершенно необходимо должное понимание как непосредственного значения этого поступка, так и его глубокого смысла. Чтобы сделать процесс принятия прибежища доступным для глубокого понимания, мы подвергнем рассмотрению наиболее важные его аспекты. Для этого рассмотрим следующие темы. Причины для принятия прибежища, существование прибежища, определение объектов прибежища, акт принятия прибежища, предназначение принятия прибежища, способы принятия прибежища, искажения и нарушения прибежища, аналогии, иллюстрирующие принятие прибежища. Глава первая. Причины для принятия прибежища. Когда утверждается, что практика учения Будды начинается с принятия прибежища, это сразу вызывает важный вопрос. Вопрос такой, а зачем нам вообще нужно прибежище? Прибежище – это человек, место или вещь, дающая защиту от опасности и наносимого вреда. Поэтому, раз мы начинаем практику путем принятия прибежища, это подразумевает, что практика предназначена для защиты от вреда и опасности. Поэтому наш первоначальный вопрос о необходимости прибежища можно перефразировать следующим образом. В чем заключается вред и опасность, от которых нам нужна защита? Рассматривая свою жизнь в целом, мы можем не обнаружить подверженности какой-либо неминуемой угрозе. Мы можем иметь стабильную работу, пребывать в полном здравии, наслаждаться достатком в семье и в обеспечении всем необходимым. Такое положение дел может дать основание считать себя находящимся в полной безопасности. В этих условиях принятие прибежища становится совершенно излишним. Чтобы понять необходимость в нем, следует научиться видеть свое положение таким, каким оно является на самом деле, рассмотрев его более тщательно и с различных точек зрения. В буддизме считается, что положение человека в этом мире похоже на айсберг. На поверхности видна лишь небольшая часть, в то время как основная масса скрыта под водой, недоступная глазу. Из-за ограниченности нашего мышления мы не можем проникнуть сквозь кору айсберга и осознать свое положение во всей его глубине. Впрочем, даже нет никакого смысла говорить о том, что нельзя увидеть, поскольку мы редко воспринимаем правильно даже то, что вполне доступно нашему зрению. Будда учит, что избирательное распознавание санни обусловлено нашими желаниями. Наши скрытые желания едва уловимо обуславливают восприятие действительности, придавая ей ту форму, которую они сами для нее устанавливают. Наш ум работает методом отбора и исключения. Мы замечаем то, что приятно для наших предубеждений и отбрасываем или искажаем то, что угрожает их опровергнуть. С точки зрения более глубокого и полного понимания, ощущение безопасности, которое мы обычно испытываем, возникает как ложное чувство, поддерживаемое незнанием и способностью ума к разным уловкам. Наше положение всего лишь кажется стабильным из-за ограниченностей и искажений взгляда на мир. Истинный путь к безопасности лежит через правильное видение, как есть, а не через принятие желаемого за действительное. Чтобы выйти за пределы страха и опасности, мы должны сделать свое зрение более четким и широким. Дабы познать глубинную сущность нашего существования, необходимо преодолеть заблуждения, склоняющие к приятному самодовольству, не отворачиваясь при встрече с неприятным и не следуя за всем тем, что уводит в сторону. В процессе движения по этому пути мы станем все больше и больше понимать, что идем по узкой тропинке над бездонной пропастью. Говоря словами Будды, мы похожи на путника, идущего сквозь лесную чащу, граничащую с болотом и пропастью. Мы похожи на человека, смытого в реку и в стремлении выбраться хватающегося за водную растительность. Мы подобны моряку, пересекающему бушующее море, или человеку, преследуемому ядовитыми змеями и жестокими недругами. Опасности, которым мы подвержены, могут быть неочевидными в данный момент. Нередко они трудно уловимы, замаскированы и глубоко запрятаны. Но хотя они могут быть для нас и неочевидны, факт, что эти опасности существуют и никуда не исчезли, остается фактом. Пожелав освободиться от них, мы должны сначала постараться понять, что же конкретно нам угрожает. Однако это требует смелости и решительности. В учении Будды говорится, что опасности, от которых приходится начать поиск прибежища, можно разделить на три группы. Первая – опасности в этой жизни. Вторая – опасности в будущих жизнях и третья – опасности, подстерегающие нас в течение всего времени существования. Каждая из трех групп имеет два аспекта. А – объективный аспект, являющийся характеристикой мира, в котором мы живем, и Б – субъективный аспект, существующий благодаря свойствам нашего ума. Давайте рассмотрим их по отдельности. Первая – опасности в нынешней жизни. А – объективный аспект. Наиболее заметная опасность, с которой мы сталкиваемся, это очевидная хрупкость нашего физического тела и его материальных составляющих. С рождения мы подвержены болезням, несчастным случаям и травмам. Природа доставляет нам неприятности в форме землетрясений и затоплений, наличием преступности, эксплуатации и репрессии, а также угрозой войны. События в политической, экономической и общественной жизни редко когда протекают спокойно, не порождая очередной кризис. Революции и попытки реформирования продолжают свой замкнутый цикл, приводя к застою, насилию и следующим за ним крушением иллюзий. Даже в относительно спокойное время наша жизнь далека от совершенства. Складывается впечатление, что то или другое постоянно стремится ускользнуть из-под нашего внимания. Препятствия и затруднения непрерывно сменяют друг друга. Даже если нам посчастливилось избежать серьезных неприятностей, есть одна, от которой мы не можем уйти, это смерть. Нам суждено умереть и со всем нашим богатством, умениями и властью мы остаемся беспомощными перед лицом неминуемой кончины. Смерть подстерегает нас с момента рождения. Каждую секунду мы приближаемся к неизбежному. Пока нас несет по жизни, ощущение безопасности посреди всех удобств похоже на слепую убежденность человека, идущего по трескающемуся под ногами льду замерзшего озера. Нависшие над нами опасности усиливаются еще и из-за неопределенности, которая является их общей характеристикой. Мы не подозреваем, когда они придут к нам. Знай мы о надвигающейся опасности, можно было бы успеть подготовиться и стоически смириться с неизбежным. Но мы не имеем даже такой власти над будущим. Поскольку мы лишены способности к предвидению, наши беззащитные надежды постоянно сопровождаются смутным предчувствием, что в любой момент, в любую секунду они могут быть разбиты в щепки. Наше здоровье может быть подорвано болезнью, дело может потерпеть неудачу, друзья обернутся против нас, любимые умрут, и мы не знаем об этом заранее. Нет гарантии, что все эти перемены нас не коснутся. Только смерть является определенным событием в том плане, что однажды она непременно произойдет, когда конкретно остается тайной. Б субъективный аспект Перечисленные выше опасности являются неотъемлемыми чертами, составляющими природу нашего мира. С одной стороны есть катаклизмы, кризисы и трудности, а с другой их полнейшая неопределенность. Субъективный аспект опасности в нынешней жизни это наша негативная реакция на данную двойную угрозу. Элемент неопределенности пытается спровоцировать в нас постоянное чувство обеспокоенности, возникающее под маской нашей самоуверенности. На глубинном уровне мы ощущаем нестабильность того, на что полагаемся, его временность и изменчивость. Это чувство создает назойливое ощущение обеспокоенности, иногда доходящее до ощутимой боязни. Мы не всегда способны выявить причину беспокойства, но оно всегда присутствует в глубинных слоях сознания. Это неосознаваемый страх, что в один прекрасный день то, на что мы опираемся, может исчезнуть, оставив нас без привычной системы ценностей. Тревога сама по себе является полноценным источником неприятностей. Нередко наши страхи оправдываются. Ход событий идет своим собственным путем, независимо от нашего желания и далеко не всегда совпадая с ним. Люди отданы на милость болезням, потерям и смерти, которые наносят удар, когда приходит время. Если ход событий идет вразрез с нашими желаниями, результатом является боль и недовольствием. Когда противоречие невелико, мы злимся, печалимся, грустим или беспокоимся. Когда оно большое, мы испытываем муки, скорбь или отчаяние. В обоих случаях из пропасти между желанием и реальным положением дел возникает фундаментальное несоответствие, порождающее в нас страдания. Само по себе возникшее страдание не имеет особой важности. Оно является лишь проявлением какого-то более глубокого заболевания, лежащего в его основе. Болезнь лежит в нашем отношении к окружающему миру. Мы действуем, находясь в клетке из ожиданий, планов и запросов. Мы ожидаем, что реальность будет соответствовать нашим желаниям, подчиняться указаниям и соответствовать предрассудкам, но она отказывается быть такой. Получив отказ, мы испытываем муки и разочарования, возникающие от противоречия между ожидаемым и реальностью. Чтобы страдания прекратились, одно из двух должно измениться, или наше желание, или окружающий мир. Поскольку мы не можем изменить сущность окружающего мира, единственный выход измениться самим, оставив привязанность и отвращение к его объектам. Следует отбросить свои пристрастия, прекратить жаждать и схватывать, научиться беспристрастному наблюдению за событиями, в свободе от ликования и уныния. Способность ума к беспристрастному наблюдению, превосходящее влияние противоположностей этого мира, является высшей защитой и безопасностью. Но чтобы развить эту способность, нам необходимо руководство. Доступное нам руководство не может защитить от объективных опасностей. Оно может только обезопасить от страданий, приносимых отрицательными реакциями, тревогами, печалью, разочарованиями и отчаянием. Это единственная возможная защита, и поскольку благодаря руководству мы можем получить столь нужную вещь, его и следует считать истинным прибежищем. Такова первая причина для обращения за прибежищем. Необходимость в защите от негативных реакций на опасности, поджидающие нас здесь и сейчас. Второе. опасности в будущих жизнях. А. Объективный аспект. Подверженность человека вреду и опасностям не заканчивается в момент смерти. С точки зрения учения Будды, смерть предваряет новое рождение, то есть она способна стать отправной площадкой к новым страданиям. Будда учил, что все живые существа, связанные невежеством и жаждой, не могут избежать перерождения. Пока сохраняется жажда к становлению, индивидуальный поток бытия продолжает существовать и после смерти, наследуя впечатления и характеристики, накопленные в предыдущей жизни. Никакая душа не переносится из одной жизни в другую, есть лишь поток сознания, который после смерти начинает течь в новом физическом теле, соответствующем заложенным в этом сознании тенденциям. В буддизме считается, что перерождение может произойти на любом из шести уровней существования. Низший уровень – это ад, мир сильной боли и пыток, куда существа попадают для искупления своих дурных поступков. Уровнем выше находится мир животных, где доминирует страдание и правит тот, кто сильней. В следующем мире живут голодные духи – пета, темные существа, обладающие сильными желаниями, которые они не способны удовлетворить. Выше находится мир людей со знакомым нам балансом счастья и страдания умелого и неумелого. Далее идет мир полубогов Асура, великанов, объятых завистью и стремлениями. На самой вершине располагаются небесные миры, населенные богами Дева. Первые три из перечисленных уровней ад, мир животных, мир голодных духов, а также мир асуров считаются скверными мирами – дуггати или мирами страданий – апаи и бхуми. Они так названы из-за преобладающего в них страдания. Миры людей и богов напротив называются счастливыми мирами – сугати. Потому что в них преобладает счастье. Рождение в одном из несчастных миров считается особо нежелательным не только из-за последующих неизбежных страданий, но и по другой причине. Такое перерождение является катастрофой, потому что покинуть эти миры чрезвычайно трудно. Перерождение в счастливом мире зависит от совершения умелых поступков. Но в несчастных мирах у существ очень мало возможностей совершать их. Поэтому страдания приходится испытывать снова и снова из-за повторяющегося цикла перерождений в данных мирах, из которого очень трудно вырваться. Будда сравнил вероятность вырваться из несчастного мира в мир людей с вероятностью слепой черепахи, живущей в бескрайнем море, попасть головой в свободно плавающее ярмо, при условии, что черепаха всплывает на поверхность раз в сто лет. По этим двум причинам, неизбежному страданию и трудности вырваться оттуда, перерождение в несчастных мирах является серьезнейшей опасностью в будущей жизни, от которой нам нужна защита. Б. Субъективный аспект. Другие люди не могут защитить нас от попадания в несчастные миры. Единственный путь – это избегать всего того, что ведет к перерождению там. Причина перерождения на любом уровне существования лежит в нашей карме, намерениях и намеренных поступках. Карма бывает двух видов – умелая и неумелая. Первая накапливается поступками, основанными на отрешении доброжелательности и мудрости, а вторая – на алчности, ненависти и заблуждении, невежестве. Эти два вида кармы приводят к рождению в соответствующих мирах – умелая карма в счастливых, неумелая в несчастных. Мы не можем уничтожить несчастные миры, они будут существовать, пока существует этот мир. Избежать перерождения там можно только путем наблюдения за самим собой, контролируя свое поведение, чтобы в нем не было неумелых поступков, которые способны привести нас в несчастные миры. Но для того, чтобы пресечь накопление неумелой кармы, мы нуждаемся в помощи, для чего есть две основные причины. Во-первых, помощь необходима из-за большого количества и разнообразия доступных нам вариантов поведения. Мы зачастую сами не знаем, какой из них выбрать. Для некоторых поступков несложно определить, умелые они или нет, но все остальные трудны для анализа, и при встрече с ними мы пребываем в замешательстве. Для совершения правильного выбора нам нужна помощь, точная подсказка того человека, который знает моральную ценность любого поступка и пути, ведущие к рождению на различных уровнях бытия. Вторая причина, по которой мы нуждаемся в помощи, это наша склонность выбирать неумелое, даже когда мы способны определить, что умело, а что неумело. Наши поступки далеко не всегда согласуются с нашими же бесстрастными решениями на их счет. Зачастую мы импульсивны, движимы необъяснимыми желаниями, которыми не можем овладеть или подчинить себе. Потакая этим импульсом, мы вредим себе, иногда просто беспомощно наблюдая за происходящим. Нам нужно научиться управлять своим умом, приведя свою способность действовать под контроль чувства высшей мудрости. Но эта задача требует особой дисциплины. Чтобы научиться должной самодисциплине, нам нужны инструкции того человека, который понимает глубинную работу ума и способен научить преодолению ядов, которые склоняют нас к пагубному стилю поведения. поскольку эти наставления и дающий их человек избавляет нас от вреда и страданий в будущем, их можно считать подлинным прибежищем. Это вторая причина для принятия прибежища, необходимость научиться контролю над поступками, чтобы в будущих жизнях избежать попадания в несчастные миры. Третье опасности, подстерегающие нас в течение всего времени существования. А. Объективный аспект Прочие несчастья, которым мы подвержены, гораздо значительнее тех, что объяснялись выше. Помимо очевидных трудностей и несчастья в нынешней жизни или риска попадания в скверный мир в будущее, есть гораздо более глубокая и всеобъемлющая опасность, присутствующая в течение всего времени существования. Это сущностная неудовлетворительность сансары. Сансара – это цикл становления, круг рождения, старения и смерти, вращающийся с безначального прошлого. Перерождение происходит не единожды, и оно не приводит к вечной жизни после смерти. С каждым поворотом колеса жизненный цикл повторяется в полном объеме. За рождением следует старение и смерть. После каждой смерти непременно следует новое рождение. Перерождение происходит в счастливом или несчастном мире, но где бы оно ни произошло, вращение колеса не прекращается. Закон непостоянства накладывает свои условия на все многообразие живых существ. Все появившееся на свет должно когда-то исчезнуть. Даже небесные миры не исключение. Жизнь заканчивается, когда исчерпывается карма, приведшая к попаданию туда. За этим следует перерождение в другом мире, возможно, и в одном из несчастных. Из-за сущностного непостоянства всех форм обусловленного существования при глубоком рассмотрении они считаются неудовлетворяющими или источниками страдания – духа. Ничто из объектов наших надежд и чаяний не свободно от изменчивости и бренности. Поэтому все, к чему мы прибегаем для удобства и приятных ощущений, на самом деле скрытая форма страдания. То, на что мы полагаемся для собственной безопасности, само подвержено опасностям. Все, к чему мы обращаемся за защитой, само нуждается в ней. Ничто из того, чем мы хотим владеть, не будет вечно нашим не исчезнув. Он разрушается. Он разрушается и поэтому зовется этим миром. Молодость заканчивается старостью, хорошее здоровье, болезнью, жизнь, смертью. Любой союз заканчивается расставанием и сопутствующим ему страданием. Чтобы понять всю глубину и тяжесть этой ситуации, следует умножить ее на бесконечность. С безначального прошлого мы перерождаемся в круге становления. Вновь и вновь с головокружительной чистотой, испытывая тот же самый опыт, рождение, старение, болезнь и смерть, расставание и утрата, неудача и разочарование. Множество раз мы скатывались в несчастные миры, бесчетное количество жизней прожито нами в форме животного, духа или обитателя ада. Вновь и вновь к нам применялось насилие, мы испытывали страдания, скорбь и отчаяние. Будда сказал, что количество слез и крови, пролитых нами за все блуждание в океане Сансары, больше, чем воды в океане, а куча остававшихся после нас костей будет выше Гималаев. В прошлом мы встречались с этими страданиями бесчисленное количество раз, и пока причины блуждания в Сансаре не уничтожены, мы рискуем испытать еще больше страданий в процессе дальнейшего существования в ней. Б. Субъективный аспект Избежать этих опасностей можно только одним способом – отрешиться от всех форм становления, даже самых высоких. Но, чтобы отрешение реально произошло, нужно уничтожить причины, которые привязывают нас к кругу перерождений. Истинные причины, порождающие блуждание в Сансаре, лежат в нас самих. Будда учил, что мы скитаемся из жизни в жизнь под действием глубокого и ненасытного желания дальнейшего становления. Он называет это желание «жаждой к становлению» – к продолжению цикла жизни. Жажда заполнит вакуум, созданный смертью, породив новую форму становления, определенную накопленной ранее кармой. Таким образом, жажда и становление последовательно порождают друг друга. Жажда формирует новое становление, а новое становление является платформой, на которой жажда продолжает свой поиск удовольствия. В основе этой жуткой цепи, связывающей жажду и повторное становление, лежит еще более глубинный фактор под названием неведение – авиджа. Неведение – это сущностная неосведомленность об истинной природе вещей, не имеющая начала состояния духовного незнания. Это незнание действует двумя разными способами. Во-первых, оно препятствует правильному познанию, а во-вторых, создает паутину искажений познания и восприятия. Из-за неведения мы видим красоту в том, что на самом деле отвратительно, постоянное в непостоянном, удовольствие в неприятном, личность или душу в безличном, не содержащем никакой вечной сущности предмете. Эти заблуждения стимулируют поступательное движение жажды. Подобно ослу, впряженному в повозку и бегущему за морковкой, подвешенной у него перед носом, мы несемся стремглав за проявлениями красоты, постоянства, удовольствия и личности. Все только для того, чтобы остаться с пустыми руками, еще сильнее запутавшись в круге сансары. Чтобы освободиться от этого бессмысленного и бесполезного цикла, следует уничтожить жажду, которая приводит его в движение, причем не подавив ее на время, а покончив с ней раз и навсегда. Для уничтожения жажды должно быть низложено поддерживающее ее неведение, поскольку пока неведению позволено вид своей иллюзии, будет существовать почва для жажды, которая может возникнуть вновь. Противоядием для неведения является мудрость, панния. Мудрость – это проницательное знание, которое разрывает ширму неведения и позволяет увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Это не просто знание фактов, а опыт, который нужно испытать самостоятельно. Он должен быть прямым, непосредственным и личным. Для развития такой мудрости нам нужны наставления, помощь и руководство. Нужен кто-то, кто научит, что конкретно мы должны сами понять и увидеть, и каким образом можно воспитать освобождающую мудрость, способную отсечь путы, привязывающие нас к повторному становлению. Поскольку люди, осуществляющие это руководство и дающие непосредственно сами инструкции, предоставляют защиту от мук перерождения, этих людей можно считать истинным прибежищем. Такова третья причина для принятия прибежища. Необходимость в освобождении от всепоглощающей неудовлетворительности сансары. Глава вторая Существование прибежища Осознать, что положение человека вынуждает заняться поиском прибежища является необходимым условием для его принятия. Но само по себе это осознание не является достаточным. Чтобы принять что-то в качестве прибежища, мы должны убедиться, что эффективное прибежище на самом деле существует. Но прежде чем мы сможем определиться с существованием прибежища, необходимо разобраться, каким оно должно быть. Словарь толкует прибежище как укрытие или защиту от опасности и страданий, как человека или место, дающее защиту, а также средство получения этой защиты. Это близко к смыслу термина «сарана», означающего прибежище и упоминаемого в комментариях к палийским текстам. В комментариях к слову «сарана» дается еще одно толкование, означающее «разбивать», химсати. Говорится, что когда человек принял прибежище, то оно само разбивает, рассеивает, уничтожает и прекращает страх, муки, риск перерождения в несчастном мире и развитие новых пороков. Приводимые там объяснения дают два необходимых критерия для прибежища. Во-первых, прибежище само не должно быть подвержено опасности и страданиям. Человек или объект, который сам подвержен опасности, по сути своей не может быть безопасным и по этой причине не может защищать других. Всемерно полагаться в вопросах защиты можно только на неподвластное страху и опасности. Во-вторых, потенциальное прибежище должно быть доступно нам. Состояние, в котором отсутствует страх и опасность, но лежащее вне пределов досягаемости, не имеет ничего общего с предметом нашего рассмотрения и не может считаться прибежищем. Для того, чтобы выполнять функцию прибежища, оно должно быть доступным и давать защиту от опасностей. Выполнив этот абстрактный расчет характеристик истинного прибежища, мы можем вернуться к первоначальному вопросу. Существует ли в действительности прибежище, способное защитить от перечисленных выше опасностей тревог и разочарований, печали и страданий нынешней жизни, от риска перерождения в несчастном мире и от непрерывного блуждания в сансаре. К задаче поиска ответа на этот вопрос следует подходить осторожно. Мы должны сразу признать, что невозможно дать ответ, который был бы доступен для объективной проверки и публичной демонстрации. Существование вообще или характеристику конкретного прибежища невозможно логически доказать в неопровержимой и всеохватывающей форме. Максимум, что можно сделать, это привести убедительные аргументы для веры в то, что какие-то люди или предметы обладают качествами прибежища. Дальше все зависит от веры, от уверенности, основанной на доверии, хотя бы до той поры, когда это первоначальное убеждение преобразуется в знание при помощи непосредственного опыта. Но и на этой стадии проверка является сугубо внутренней и личной. Это предмет субъективной оценки, а не логического доказательства или объективной демонстрации. С буддийской точки зрения существует три прибежища, которые совместно предоставляют полную защиту от опасностей и страданий. Эти прибежища Будда, Дхамма и Сангха. По отдельности они не являются самодостаточными прибежищами. Это взаимозависимые части одного эффективного прибежища, которое делится на три составляющие по характеристикам и функциям, которые они выполняют. Зачем нужно такое разделение, становится понятно, если мы рассмотрим порядок, в котором эта тройка представлена. Будда идет первым, потому что он человек. поскольку мы сами являемся людьми, для нас вполне естественно обращаться к другим людям за наставлением, вдохновением и направлением. Когда стоит вопрос об окончательном освобождении, мы в первую очередь начинаем искать человека, который сам полностью избавился от опасности и способен привести нас к этому же состоянию. Это Будда, просветленный, стоящий первым в тройке по той причине, что он человек, открывший, достигший и провозгласивший состояние, для достижения которого ищут прибежище. Вторым по очереди нам нужно само это состояние, в котором страх и опасность отсутствуют. Затем нам нужен путь для его достижения, а также система инструкций, направляющая нас по этому пути. Это Тхамба, которая, как мы в дальнейшем увидим, обладает этими тремя характеристиками. В-третьих, необходимы люди, которые, подобно нам, из-за испытываемых страданий вступили на путь практики. Следуя по пути, который проповедовал Будда, эти люди достигли состояния, в котором отсутствует страх и опасность. Это Сангха, община последователей учения, прошедших по пути и достигших цели. Такие люди могут указывать путь другим. В этой тройке каждая составная часть гармонично сочетается с остальными, что делает средство достижения освобождения доступным и эффективным. Будда – опознавательный знак прибежища. Он не является спасителем, который лично дарует освобождение. Спасение или освобождение зависит от нас самих, от нашего упорства и целеустремленности в практике учения. Будда – это прежде всего учитель, открывший для нас путь, указывающий дорогу, которую мы должны пройти, самостоятельно прикладывая усилия и используя свой интеллект. Настоящим прибежищем является Дхамма. Она представляет собой цель учения, то есть состояние безопасности, а также путь, то есть средство достижения этой цели. Кроме того, Дхаммой называют учение, выраженное словами, то есть совокупность инструкций, описывающих способы практики. Но для эффективного использования имеющихся у нас средств необходима помощь тех, кто хорошо овладел этим путем. Познавшие путь составляют сангху, общину людей, способных помочь найти прибежище и привести нас к достижению на пути практики. Простая аналогия позволяет нам понять смысл троичной структуры прибежища. Если мы заболели и хотим выздороветь, нам необходим врач, который поставит диагноз и назначит лечение. Для излечения болезни необходимы лекарства, а также сиделки, которые будут ухаживать за нами, пока мы не поправимся. Врач и сиделки не могут сами излечить болезнь, они могут лишь назначить нам подходящее лекарство и убедиться в том, что мы его принимаем. То, что на самом деле позволяет поправить здоровье, это лекарство. Подобно этому в поисках избавления от страданий и мучений мы полагаемся на Будду, как на врача, способного выявить причину болезни и указать путь исцеления. Мы полагаемся на Тхамму, как на лекарство, излечивающее от болезни, и на санку, как на сиделок, помогающих нам лечиться. Чтобы поправиться, мы должны сами принимать лекарства. Мы не можем просто расслабиться и ждать, когда врач своими руками исцелит нас. Таким же образом, чтобы избавиться от страданий, нам нужно практиковать Тхамму, потому что именно она является подлинным прибежищем, ведущим к освобождению. Глава третья Рассмотрение составляющих прибежища Польза от принятия прибежища пропорциональна глубине и точности понимания сути его объектов. Поэтому нам необходимо внимательно рассмотреть эти объекты и убедиться, что наше понимание их является правильным. В каждом объекте прибежища можно выделить два значения. Конкретное мирское и неощутимое надмирское. Они не являются совершенно независимыми и пересекаются в том смысле, что первое несет в себе второе. Рассмотрение каждого объекта прибежища по отдельности покажет, каково их двойное значение и каким образом они пересекаются. Первое. Будда. Будда является первой составляющей тройного прибежища. В первом значении слово Будда означает конкретную историческую личность человека по имени Сиддхатха Готама, жившего в Индии в пятом веке до нашей эры. Прибегая к Будде как к прибежищу, мы принимаем прибежище в человеке, потому что это именно он учит Дхамме и является основателем буддизма. Однако в этом процессе мы не ищем прибежище в его человеческой форме. Мы возлагаем свои надежды на Будду как на просветленного, и смысл этого поступка значительно превосходит ограничения, налагаемые простым историческим фактом его существования. Именно осуществление надмирского достижения позволяет Будде служить для нас прибежищем. Под достижением здесь подразумевается состояние Будды, то есть высшее пробуждение. В прошлом его достигали другие люди, и в будущем найдутся те, кто кто тоже сможет его достичь. Любого осуществившего такое достижение называют Буддой. Мы полагаемся на Будду как на прибежище, потому что он олицетворяет это достижение. Прибежищем его делает достигнутое состояние Будды. Но что представляет собой это состояние? Состояние Будды это совокупность качеств, которыми обладал человек по имени Готама и благодаря которым он является Буддой. Эти качества можно в целом представить как уничтожение всех недостатков и развитие всех достоинств. Уничтоженные недостатки это пороки Келеса, а также их остаточные проявления Васана. Пороки это умственные силы, являющиеся источником страдания. Они отравляют человека изнутри, вызывают тревоги и подталкивают к совершению неумелых поступков. Среди них главными являются алчность, ненависть и заблуждение, от которых порождаются все прочие пороки. В Будде все эти пороки уничтожены до единого полностью и окончательно. До единого означает, что уничтожены абсолютно все пороки без исключения. Полностью означает, что каждый порок был искоренен так, что от него ничего не осталось. Окончательно означает, что они никогда не возникнут в будущем. достоинства Будды весьма многочисленны, но два из них выделяются особо. Великая мудрость Маха Пання и Великое сострадание Маха Каруна. Великая мудрость Будды имеет два аспекта. Широта взгляда и глубина понимания. Благодаря широте взгляда Будда понимает все многообразие происходящих явлений. Благодаря глубине понимания он осознает все подробности существования каждого явления. Мудрость Будды не пребывает в пассивном созерцании, а находит свое выражение в великом сострадании. Благодаря великому состраданию Будда начинает работать на благо других. Он энергично и бесстрашно берет на себя бремя тяжелого труда на благо живых существ, чтобы привести их к освобождению от страданий. Прибегая к Будде как к прибежищу, мы обращаемся к нему как к воплощению чистоты, мудрости и сострадания, как к несравненному учителю, способному указать путь из бушующего океана сансары к безопасности. Второе Дхамма У Дхаммы тоже есть двойной смысл. Первое и наиболее простое значение слова Дхамма – это учение Будды, представляющее собой совокупность сформулированных в виде понятий и выраженных словами положений религиозной доктрины, который учил Будда Готама или учение, появившееся на ее основе. Это учение, называемое «Передача Агама», содержится в Тепитаке – трех корзинах Палийского канона, а также в комментариях и других трудах, разъясняющих смысл Писания. Три корзины учений – это Виная Питака, Сутта Питака и Абхидхамма Питака. В Винае Питаке собраны все монашеские правила, подробно описывающие нормы поведения буддийских монахов и монахин. В Сутта Питаке содержатся проповеди Будды, объясняющие его религиозную доктрину и методы духовной практики. Абхидхамма Питака представляет собой описание действительности с точки зрения точного философского понимания, которое рассматривает ее фундаментальные составляющие и показывает, как они взаимосвязаны сетью причинно-следственных отношений. Дхамма, переданная устно и записанная в Типитаке и комментариях к ней, служит проводником к более глубокому смыслу, переданному словами и словосочетаниями. Это Дхамма о конкретном достижении Адхигама, состоящая из пути Магга и цели Адха. Цель – это конечная точка учения, называемая Ниббаной, полным прекращением страданий. Это необусловленное состояние, лежащее за пределами цикла непостоянных составляющих сансары. К этой цели ведет особый путь, являющийся способом практики, приводящим к ее достижению. Это благородный восьмеричный путь. Правильное понимание, правильная решимость, правильная речь, правильные поступки, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная осознанность и правильное сосредоточение. Путь делится на два этапа мирской и надмирской. Мирской путь – это путь практики, прогресс в котором происходит благодаря его факторам, которые совершенствуются как в повседневной жизни, так и в периоды интенсивных занятий. Надмирской путь – это мудрость, возникающая в сознании, когда все необходимые для нее качества полностью созрели, что обычно происходит во время интенсивной практики. Этот путь на самом деле представляет собой состояние, в котором обретается опыт пробуждения. Его двойная функция – это достижение неббаны и уничтожение пороков. Надмирской путь испытывается в виде кратковременных озарений, которые вносят радикальные перемены в структуру ума. Всего этих озарений четыре, поэтому их называют четыре пути. Они отличаются в том, что на каждом следующем пути уничтожаются все более тонкие путы, привязывающие нас к сансаре. Первый путь – начальный прорыв к пробуждению – называется путем вхождения в поток – сатапатти магга, устраняющий путы иллюзии я, неуверенности и привязанности к обрядам и ритуалам. Второй называется путем возвращающегося однажды – сакадагами магга. На этом пути сами путы не уничтожаются, но происходит ослабление их истоков. Третий путь невозвращающегося, а ногами магга, благодаря которому уничтожаются путы чувственного желания и враждебности. Четвертый путь архатства – арахатта магга, который уничтожает оставшиеся путы, желание становления в мире форм и бесформенном мире, самомнение, неугомонность и неведение. Каждый путь сопровождается несколькими мгновениями особого надмирского опыта, называемого плодом – пхала. Этот опыт имеет четыре стадии в соответствии с путями. Плод означает ощущение свободы от порока, достигнутого благодаря пройденному пути. Это состояние освобождения или ощутимой свободы, возникающее при разрушении связывающих человека пут. Ранее утверждалось, что подлинным прибежищем является Дхамма. В свете проведенного рассмотрения это заключение можно уточнить. Учение, переданное словами, это на самом деле карта, совокупность наставлений и рекомендаций. поскольку нам приходится полагаться на них для достижения цели, учение действительно является подлинным прибежищем, но только в производном смысле. Поэтому мы можем назвать его истинным, но в то же время косвенным прибежищем. Мирской путь является непосредственным, потому что практиковать следует именно его, но поскольку главной задачей мирского пути является достижение надмирского, его роль в качестве прибежища будет временной. Поэтому мирской путь следует считать подлинным и непосредственным, но временным прибежищем. Надмирской путь – это предвестник Неббаны. Когда он достигнут, то необратимо ведет к цели, поэтому его можно назвать истинным, непосредственным и наивысшим прибежищем. Однако даже надмирской путь является обусловленным явлением, обладающим свойством непостоянства, как и все обусловленное. Более того, будучи способом достижения цели, он ценен лишь как средство, не обладая ценностью сам по себе, поэтому он не может считаться наивысшим прибежищем. Наивысшим прибежищем можно считать лишь саму цель практики, необусловленное состояние Неббаны, которое среди всех трех прибежищ является реальным, непосредственным, наилучшим и окончательным. Это лучшее укрытие, островок безопасности, убежище, дающее полную защиту от страхов и опасностей существования в санцаре. Третье Сангха На обыденном или мирском уровне Сангха означает общину монахов Пхикху Сангха. Под этим понятием подразумевается сообщество людей, управляемое строго определенными правилами. Возможность стать членом Сангхи открыта для любого человека, удовлетворяющего требуемым стандартом. Для вступления в эту общину необходимо лишь пройти церемонию посвящения в соответствии с правилами, описанными в Винае своде правил монашеской дисциплины. Несмотря на формальный характер общины, она выполняет бесценную работу по сохранению и распространению учения Будды. Благодаря существованию непрерывной линии передачи учений, Сангхи уже в течение двух с половиной тысяч лет выполняет роль хранителя Дхамбы. Образ жизни, который она дает возможность вести, позволяет Сангхи справиться с этой задачей. Как мы ранее отмечали, учение Будды имеет два аспекта. Это путь практики, ведущий к освобождению от страданий, и это совокупность положений религиозной доктрины, содержащиеся в писаниях и дающие подробное описание пути. Сангхи берет на себя ответственность по сохранению того и другого. Ее члены принимают на себя бремя поддержания традиции и практики, показывающей, что цель достижима и освобождение возможно. Они также занимаются сохранением учений, контролируя отсутствие искажений и неправильного понимания в проповедях и наставлениях, даваемых мирянам. По этим причинам сангха в форме общественного института жизненно важна для сохранения учения Будды. Однако община монахов не является сама по себе сангхой как третьим составляющим прибежищем. Сангха, являющийся прибежищем, это не общественный институт, а не формализованное множество последователей, объединяющее всех тех, кто постиг глубинную сущность учения Будды. Сангха как прибежище – это замечательная община, состоящая только из благородных личностей, то есть из людей, обладающих высоким духовным уровнем. Входящие в нее люди связаны друг с другом неформальным членством, а невидимой нитью внутренней самореализации. Для автоматического вступления в эту общину нужно лишь достичь той самой реализации. Для достижения уровня благородной личности больше подходит образ жизни, установленной для членов монашеской общины и делающей основной акцент на отрешение и медитации. Но при этом сангха-монахов и сангха-благородных являются разными понятиями. Их смысл различен по двум причинам. Во-первых, многие монахи, подавляющее большинство, являются обычными людьми, путхуджина, и поэтому не могут служить прибежищем. Во-вторых, в сангху благородных личностей могут входить и миряне. Членство в ней зависит сугубо от достижений в духовной практике, а не от получения монашеского посвящения. Любой человек, мирянин или монах, познавший учение Будды с помощью прямого знания, автоматически входит в нее в момент этого достижения. Примечание. Следует отметить, что хотя в сангху благородных личностей могут входить и миряне, слово сангха в буддизме Таравады никогда не используется для обозначения всей совокупности последователей учения. В обиходе оно означает общину монахов. Любые попытки расширить значение слова сангха считаются неоправданными. Конец примечания. Сангху благородных составляют восемь типов личностей, которых можно разделить на четыре пары. Первая пара – это люди, идущие по пути к вхождению в поток и уже вошедшие в него. Они вступили на путь освобождения и достигнут своей цели не более чем за семь жизней. Вторая пара – это идущие по пути однократного возвращения и возвращающиеся однажды. Эти существа перед достижением цели однократно вернутся в мир людей. Третья пара – это идущие по пути к невозвращению и невозвращающиеся. Они уже не переродятся в мире людей и достигнут конечной цели в чистом небесном мире. Четвертая пара – это идущие к состоянию архата и достигшие этого состояния. Существа уровня архата уничтожили все пороки и освободились от десяти пут, привязывающих к сансаре. Есть еще один способ деления этих восьми типов личностей на два класса. Первый составляют существа, которые, поняв учение, встали на надмирской путь к освобождению. Но им еще необходимо заниматься практикой, чтобы достичь его. Сюда входят первые семь благородных личностей, которых называют учащиеся – секха, потому что они все еще находятся в процессе обучения. Во второй класс включаются архаты, закончившие практику по достижении конечной цели. Их называют «закончившие обучение» – асекха, потому что они успешно завершили всю необходимую практику. Как учащиеся, так и архаты на своем опыте получили прямое знание истинного смысла учения Будды. Учение пустило в них корни, и сколь бы ни была велика оставшаяся часть пути, они более не зависят от других в вопросе достижения его конца. Благодаря этой внутренней способности данные личности обладают качествами, необходимыми для ведения других людей к конечной цели. Это значит, что община благородных Ария Сангха может служить прибежищем. Глава четвертая Акт принятия прибежища Чтобы войти в дверь учения Будды, недостаточно просто знать объекты прибежища. Дверью для входа в учение является принятие прибежища в Будде, Дхамме и Сангхе. Понимание объектов и реальное принятие их в качестве прибежища это совсем разные вещи. Только принятие прибежища делает человека последователем учения Будды. Но в чем состоит эта процедура? На первый взгляд может показаться, что принятие прибежища это формальное выражение приверженности трем драгоценностям, заключенное в произносимых по данному случаю словах, потому что именно этот поступок означает принятие учения Будды. Однако такой взгляд слишком поверхностям. В писаниях сказано, что истинное принятие прибежища подразумевает гораздо большее, нежели простое произнесение установленной фразы. Говорится, что одновременно с произнесением слов протекает особый, глубоко личный духовный процесс. Этот процесс выработка умственной приверженности к прибежищу В комментариях сказано, что на самом деле принятие прибежища происходит в сознании человека. Это поступок, совершаемый на уровне сознания, неоскверненный пороками, основанный на уверенности и почтении к трем драгоценностям, принятии их как высшего убежища. Слова, неоскверненные пороками, подчеркивают необходимость в искренности и чистоте намерений. Прибежище является оскверненным, если оно принимается не от чистого сердца, а от желания славы, признания или страха перед порицанием. Единственно правильная мотивация для его принятия это уверенность и почтение к трем драгоценностям. Поступок, совершаемый в сознании человека, происходит от уверенности и почтения, принимая три драгоценности как высшее убежище – Параяна. То, что три драгоценности принимаются как высшее убежище, означает, что человек признает их единственным источником, дающим освобождение. Обращаясь к трем драгоценностям, с таким отношением, человек превращает принятие прибежища в акт преклонения и открытия себя. Мы слагаем свою защиту перед объектами прибежища и открываемся для их помощи. Мы слагаем свое эго и мнение о самодостаточности и тянемся к объектам прибежища, веря, что они смогут привести нас к освобождению от запутанности, беспорядка и мук. Как и любой другой сознательный поступок, принятие прибежища это сложный процесс со множеством факторов. Эти факторы можно разделить в зависимости от трех способностей – интеллект, воля и эмоции. Чтобы еще больше прояснить сам акт, мы разберем умственный процесс, лежащий за внешними проявлениями принятия прибежища. Рассмотрев данный процесс с точки зрения упомянутых способностей, мы также выясним, какой вклад вносит каждая из них. Другими словами, мы проанализируем принятие прибежища в виде поступка интеллектом, волей и эмоциями. Перед тем, как начать, необходимо дать одно предостережение. Под каждым конкретным явлением скрывается гораздо больше, чем можно непосредственно увидеть даже с помощью весьма глубокого исследования. Например, семя имеет гораздо более глубокое значение, чем непосредственно видимый глазом материальный объект. С одной стороны, оно содержит в себе всю историю деревьев, благодаря которым это семя появилось на свет. С другой, оно указывает на множество будущих деревьев, скрытых в его скорлупе. Аналогично, процесс происходящий в сознании при принятии прибежища представляет собой обширную паутину разнообразных сил, простирающуюся вперед, назад и во все остальные стороны. Она также соткана из многообразных нитей опыта, которые, протянувшись из туманного прошлого, пересеклись в одной точке. Кроме того, в этой паутине также заложен потенциал для будущих нитей развития, только зарождающихся в ее нынешнем содержимом. Это относится как к акту принятия прибежища в целом, так и к каждой из его составных частей, то есть и то, и другое нужно рассматривать как проявление в настоящем, со скрытой от нас обширной историей прошлого и будущего. Поэтому все получившееся в результате анализа этого поступка следует воспринимать лишь как частицу среди того, что подразумевается его начальными предпосылками и эволюцией в будущем. Первый взгляд на принятие прибежища сразу дает нам понять, что этот поступок основан на понимании. Хотя к совершению его человека приводят почтение и доверие, сам акт не должен производиться вслепую, то есть необходимо интеллектуальная восприимчивость, защищающая принятие прибежища от опасностей безрассудных чувственных порывов. Интеллект направляет этот поступок к воплощению в жизнь своей внутренней устремленности к освобождению. Он позволяет отличить конечную цель от ловушек на пути и удерживает последователя от соблазна уйти в сторону от конечной цели, устремившись к удовлетворению мимолетных желаний. Оказывается, что именно по этой причине правильное понимание идет первым в формулировке благородного восьмеричного пути. Для следования по пути мы должны знать, откуда и куда он ведет, и шаги, которые должны быть предприняты для перемещения из одной точки в другую. Перед принятием прибежища наш интеллект уже немного осознает неудовлетворяющую природу всего сущего, приводящую к необходимости опереться на то, что может дать нам защиту. Страдание следует считать неотъемлемой характеристикой нашего существования, отравляющей его в самом зародыше. Невозможно уничтожить страдания слабыми средствами, дающими лишь временное облегчение. Успех достигается только благодаря тщательному и глубокому лечению. Мы должны заглянуть глубже и понять, что причина нашей неудовлетворенности и недовольства скрыта в нас самих, в нашей привязанности, жажде и заблуждениях. Чтобы освободиться от страданий, необходимо пройти курс лечения, уничтожающий их причины. Необходимо зафиксировать в своем уме надежность объектов прибежища. Абсолютная уверенность в способности учения привести нас к освобождению может возникнуть только позже, с достижением надмирского пути. Но в самом начале практики необходимо развить осмысленную убежденность, что объекты прибежища обладают всем необходимым для помощи нам. Для этого следует рассмотреть качество Будды, используя сведения о его жизни и характере. Затем нужно рассмотреть его учение на предмет наличия в нем противоречий и непоследовательности. Наконец, нужно познакомиться с Сангхой, чтобы понять, достойна ли она доверия и уверенности. Только если они удовлетворяют всем этим условиям, данные объекты прибежища можно считать надежными помощниками в достижении конечной цели. Человеческий интеллект участвует не только в первоначальном решении принять прибежище, но во всем остальном процессе духовной практики. Увеличение глубины понимания приводит к все более твердой приверженности объектам прибежища, а этот процесс, в свою очередь, стимулирует рост самого понимания. Кульминацией совершенствования в этих двух направлениях является достижение надмирского пути. При достижении этот путь раскрывает истину, лежащую в учении, и приверженность объектам прибежища становится непоколебимой, поскольку их проверка произошла на личном опыте. Принятие прибежища также является действием воли. Оно совершается благодаря добровольному решению без принуждения или давления со стороны. Человек делает этот выбор без принуждения со стороны других, опара подчая. Этот добровольный поступок приводит к далеко идущей перестройке стремлений человека. В то время, как ранее его внимание было поглощено множеством интересов и забот, с момента принятия прибежища стремления становятся упорядоченными и сконцентрированными благодаря этому новому объекту приверженности. В центр духовной жизни помещается новый идеал, вытесняющий менее важные заботы и ставящий все остальное в подчиненные по отношению к себе положения. Благодаря этому принятие прибежища приводит в гармонию систему ценностей человека, которые восходят и соединяются в сильном стремлении к освобождению, направляющем все виды деятельности. Кроме того, происходит и глубокая перемена в направленности воли. До принятия прибежища она стремится во внешний мир, стараясь расширить границы своего самомнения. Воля пытается увеличить пространство для эго, расширяя диапазон того, что находится в собственности, под его контролем или в подчинении. Человек, обращающийся к учению Будды как к прибежищу, закладывает фундамент, благодаря которому эта сила может быть ослаблена и повернута вспять. Будда учит, что стремление расширять пространство для эго является причиной нашей связанности, путами. Это проявление жажды, пристрастия и привязанности, ведущая прямой дорогой к разочарованию и отчаянию. Когда приходит такое понимание, человек осознает опасность эгоистичных стремлений, и его воля поворачивается в противоположную сторону к отрешению и непривязанности. Постепенно пропадает интерес к объектам привязанности, а понятия «я» и «моё» более не связываются с тем, с чем они были связаны ранее. Приходит понимание, что окончательное освобождение лежит не в расширении своего эго до бесконечности, а в полном уничтожении иллюзии его существования. Третий аспект в принятии прибежища – эмоциональный. Хотя сам этот поступок требует большего, чем просто чувственного порыва, он не сможет дать результата без поступательного импульса со стороны эмоций. В акте принятия прибежища участвуют три чувства уверенность, почтение и любовь. Уверенность посада – это чувство безмятежной веры в способность объектов тройного прибежища предоставить защиту, основанное на четком понимании их качеств и функций. Уверенность порождает почтение, горава, чувство преклонения, уважения и почитания. Возникающее от растущего понимания совершенства и величия трех драгоценностей. Однако это почтение не является холодным, формальным или отчужденным. Ощущая, как Дхамма видоизменяет нашу жизнь, мы начинаем испытывать пробуждение любви – пема. Любовь добавляет тепло и живительную силу в духовную практику. Она поджигает пламя приверженности, находя выражение в форме целеустремленного служения, благодаря которому мы стремимся распространить на других защитную и освобождающую силу тройного прибежища. Глава пятая Предназначение принятия прибежища Принятие прибежища – это врата в учение Будды. Согласно учению, оно служит отправной точкой для всех видов буддийской духовной практики. Чтобы должным образом начать практику, нужно войти к ней через дверь принятия прибежища, подобно тому, как нам приходится входить через дверь ресторана, когда мы пришли пообедать. Если вы просто стояли на улице и читали меню через стекло, то так и останетесь голодными, хотя теперь и обладаете глубоким знанием перечня подаваемых в этом ресторане блюд. Точно так же, если мы просто изучаем и почитаем учение Будды, нельзя считать, что мы занимаемся его практикой. Даже если мы практикуем отдельные элементы в повседневной жизни, не приняв в самом начале прибежища, это не может считаться настоящим следованием учению Будды. В этом случае мы совершаем поступки в соответствии или согласующиеся с учением, но поскольку они не сопровождаются чувством принятого прибежища в трех драгоценностях, их нельзя называть Буддийской практикой. Чтобы обрисовать значимость принятия прибежища, мы сравним двух человек. Один скрупулезно соблюдает принципы, заложенные в пяти правилах нравственного поведения – панча-сила. Он не проходил формального принятия этих правил по Буддийскому обычаю, но неосознанно следует изложенным в них нормам поведения с помощью собственного чувства умелого и неумелого. То есть он соблюдает их как общепринятые нравственные нормы. Предположим также, что он занимается медитацией по несколько часов в день, но относится к этому не как к практике Дхаммы, а как к средству достижения спокойствия ума здесь и сейчас. Также можно допустить, что этот человек уже знаком с учением Будды, но хотя он уважает и высоко ценит это учение, его убежденность не столь сильна, чтобы признать Дхамму истинной или ощутить необходимость в принятии прибежища. Теперь давайте представим себе другого человека, находящегося в условиях, в которых невозможно до мелочей соблюдать правила поведения и у кого нет свободного времени для занятия медитацией. Но при отсутствии этих достижений он от всего сердца искренне осмысленно осознавая цель принял прибежище в трех драгоценностях. Сравнивая этих двух людей мы можем задаться вопросом, чье отношение имеет большую ценность с точки зрения духовного развития в долгосрочной перспективе. Взгляды ли это первого человека, не принявшего прибежища, но соблюдающего принципы пяти правил и медитирующего по несколько часов в день, или более ценно отношения второго человека, который не может в совершенстве следовать всему этому, но принял прибежище в Будде Дхамме и Санхи. В суттах и комментариях на этот счет нет четкого объяснения, но при этом у нас есть достаточно сведений, на основе которых можно построить свое рассуждение. Отталкиваясь от них, можно сделать вывод, что отношения второго человека, искренне принявшего прибежище на основе четкого понимания этого поступка, имеют большую духовную ценность в долгосрочной перспективе. Это заключение можно сделать на следующем основании. В результате соблюдения правил и медитации первый человек ощутит спокойствие и счастье в этой жизни и накопит заслуги, ведущие к благоприятному перерождению в будущем. Однако, когда накопленные заслуги проявляются, они со временем могут исчерпаться и их сила перестанет действовать, так и не приведя к дальнейшему духовному развитию. Когда благоприятное рождение, достигнутое благодаря заслугам, подходит к концу, за ним следует другое перерождение в соответствии с накопленной кармой. То есть, человек продолжит блуждание в цикле жизни. Его умелые поступки не могут непосредственно помочь в деле освобождения от круга сансары. Но второй человек, не имеющий возможности тщательно заниматься всеми видами практики, но искренне принявшей прибежище в трех драгоценностях, создает основу для духовного прогресса в будущих жизнях благодаря одному лишь этому поступку. Конечно, ему придется испытать результаты накопленной кармы, которых нельзя избежать, просто приняв прибежище. Но этот поступок, став подлинным центром духовной жизни человека, является сам по себе мощной умелой кармой. Он будет невидимой нитью, связывающей с учением Будды в следующих жизнях, увеличивая шансы на достижение в будущем. Даже если такому человеку не удастся достичь освобождения за то время, пока существует учение Будды Готэма, наверняка эта невидимая нить приведет его к следующим Буддам и так до тех пор, пока он не достигнет конечной цели. Поскольку все эти блага произрастают от семени искреннего принятия прибежища, мы понимаем чрезвычайно большую значимость этого поступка. Важность принятия прибежища можно также подчеркнуть через сравнение, в котором вера отождествляется с семенем. Поскольку вера подвигает человека на принятие прибежища, аналогия может быть применена и к самому этому акту. Ранее мы объясняли, что со стороны интеллекта в принятии прибежища участвуют три фактора – понимание, воля и эмоции. Эти факторы присутствуют и в таком начальном процессе, как поиск прибежища, находясь в нем в виде семян, обладающих потенциалом роста и способных превратиться в цветы и плоды буддийской духовной практики. Понимание, ведущее человека к принятию прибежища, понимание опасности и ужасов существования в сансаре – это и есть семя для фактора мудрости, которое затем вырастает в прямое познание четырех благородных истин. Элемент воли служит семенем желания к отрешению, которое является движущей силой, подталкивающей человека к отказу от желаний, удовольствий и эгоистичных пристрастий, чтобы стать монахом для поиска освобождения. Она также служит и семенем для практики правильного усилия, шестого фактора благородного восьмеричного пути, который мы практикуем, чтобы отбросить неумелые состояния ума и развить чистые и умелые. Приверженность и почтение к трем драгоценностям становятся семенами для непоколебимой уверенности овеча посада убежденности благородного последователя, чью уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе не может поколебать никакая внешняя сила. Вот таким образом простой акт принятия прибежища служит тройным семенем для развития высших качеств. Правильного понимания, правильного усилия и непоколебимой уверенности. На этом самом примере мы снова понимаем, сколь важным является данный поступок. Глава шестая Способы принятия прибежища Существует два способа принятия прибежища наивысший или надмирской и обычный или мирской. Надмирское принятие прибежища это поступок совершаемый человеком высокого духовного уровня, то есть благородным последователем достигшим надмирского пути, что необратимо ведет к ним бани. Когда такой человек прибегает к прибежищу в трех драгоценностях, этот его поступок является наивысшим, непоколебимым и непобедимым. Благородный человек в течение оставшихся жизней не более семи не может прибегнуть как к прибежищу к какому-то другому учителю, кроме Будды, к какому-либо другому учению, кроме Дхаммы, и к какой-либо другой религиозной общине, кроме Санки. Будда сказал, что уверенность такого последователя в трех драгоценностях столь тверда и непреклонна, что никто во Вселенной не может поколебать ее. Обычный способ принятия прибежища в трех драгоценностях совершается простыми людьми, то есть тем подавляющим большинством, которые еще не достигли состояния благородной личности. Это принятие прибежища в свою очередь может быть двух видов первоначальные и регулярные. Первоначальное принятие прибежища совершается, когда человек впервые проходит формальную его церемонию. Изучив основные принципы учения Будды и начав заниматься некоторыми видами буддийской духовной практики, человек приходит к пониманию пользы данного учения для себя. В этом случае он может захотеть выразить свою приверженность, совершив соответствующий ритуал. Строго говоря, человек принимает прибежище в трех драгоценностях именно в тот момент, когда на уровне интеллекта он признает Будду, Дхамму и Сангху своими направляющими идеалами и в результате становится буддистом мирянином. Упасака или Упасика однако в буддийской традиции считается недостаточным в нормальных условиях принимать прибежище на одном лишь мысленном уровне. Если человек действительно убежден в истинности учения Будды и хочет следовать ему, то, если есть такая возможность, желательно пройти ритуал принятия прибежища согласно сложившейся буддийской традиции. Это означает получить три прибежища от буддийского монаха, прошедшего полное посвящение и имеющего в Сангхе хорошую репутацию. Если вы решили провести эту церемонию, то нужно найти квалифицированного монаха, которым может быть ваш духовный наставник или любой другой уважаемый член общины. Следует обсудить с ним ваши намерения и совершить необходимые приготовления для ритуала. В назначенный день следует прийти в храм или монастырь, принеся с собой подношения, такие как свечи, благовония, цветы для места поклонения и небольшой подарок для монаха, с которым вы договорились. Совершая подношения в присутствии наставника, следует сложить ладони вместе у груди, совершая тем самым жест уважения – анджали. Трижды поклониться образу Будды и выразить почтение трем драгоценностям, представленным изображениями и символами храма. Затем, сев на колени перед местом поклонения, нужно попросить у монаха три прибежища. Монах скажет «Повторяйте за мной» и произнесет следующую фразу «Буддам-саранам-гатчами» Я прибегаю к Будде как к прибежищу. Дхаммам-саранам-гатчами Я прибегаю к Дхамме как к прибежищу. Сангам-саранам-гатчами Я прибегаю к Сангхи как к прибежищу. Дутиям-пи-буддам-саранам-гатчами Во второй раз я прибегаю к Будде как к прибежищу. Дутиям-пи-дхам-мам-саранам-гатчами Во второй раз я прибегаю к Дхамме как к прибежищу. Дутиям-пи-сангам-саранам-гатчами Во второй раз я прибегаю к Сангхи как к прибежищу. Татиям пи буддхам саранам гачами В третий раз я прибегаю к Будде, как к прибежище Татиям пи дхамам саранам гачами В третий раз я прибегаю к Дхамме, как к прибежище Татиям пи сангам саранам гачами В третий раз я прибегаю к Сангхе, как к прибежище. Вы должны повторять за ним, строку за строкой. По окончании церемонии монах скажет «Саранагаманам сампунам». Принятие прибежища завершено. С этого момента человек формально становится последователем Будды и продолжает им быть, пока прибежище не нарушено. Но чтобы сделать прибежище особенно сильным и четким, можно подтвердить его принятие, ответив монаху следующее «Почтенный, пожалуйста, считайте меня мирским последователем, принявшим прибежище отныне и до конца жизни». Эти слова произносят, чтобы заявить о своей решимости, в течение всей оставшейся жизни быть приверженным трем прибежищам, как идеалу, указывающему путь. После церемонии принятия прибежища монах обычно дает мирскому последователю пять правил обучения. Это нормы нравственного поведения, заключающиеся в воздержании от лишения жизни, воровства, половой распущенности, лжи и опьяняющих веществ. Мы рассмотрим их во второй части. Благодаря первому прохождению формальной церемонии принятия прибежища, человек открыто заявляет о своем следовании учению Будды, становясь его самопровозглашенным последователем. Однако принятие прибежища не должно быть событием, происходящим раз в жизни и потом со временем, стирающимся из памяти. На самом деле это способ развития и внутреннего самосовершенствования, к которому следует обращаться регулярно, повторяя его снова и снова, сделав частью ежедневного распорядка. Подобно тому, как мы каждое утро умываемся, чтобы поддерживать тело в чистоте, нужно заботиться и о своем уме, ежедневно помещая в него семя для продвижения по пути буддийской практики. Этим семенем является принятие прибежища. Желательно совершать эту процедуру дважды в день, каждый раз произнося все девять строк. Но если принимать прибежище дважды в день оказывается невозможным, то нужно найти время, чтобы произносить эти строки хотя бы раз в день. Ежедневное принятие прибежища лучше всего выполнять в специально отведенной для этого комнате или у домашнего алтаря с образом Будды. Декламация может предваряться подношением свечей, благовоний или цветов. Совершив подношение, нужно трижды поклониться образу Будды и, оставаясь на коленях, сложить руки вместе у груди – анджали. Перед декламацией принятия прибежища полезно представить себе три драгоценности, к которым они обращены, чтобы возникло ощущение их реального присутствия рядом с вами. Будду можно представить, вспоминая его красивое изображение или статуя. Вообразите, что перед образом Будды лежат три тома писаний, представляющих собой Типитаку – собрание буддийских учений. Они символизируют Дхамму – второй объект прибежища. Также ее символом может выступать колесо Дхаммы – Дхаммачакка с восемью спицами, символизирующими благородный восьмеричный путь. Все спицы сходятся у оси колеса, олицетворяющие неббану. Колесо Дхаммы должно быть светлым и прекрасным, излучающим золотой свет. Чтобы представить Сангху, можно вообразить двух старших учеников – Сарипутту и Макгалану, стоящих по обе стороны Будды. Кроме того, Сангху может символизировать группа монахов, следовавших учению и достигших состояния Архата, в котором полностью уничтожены все пороки и достигнуто совершенное освобождение. Развивая веру и уверенность, удерживая в своем воображении все представленные объекты, следует с чувством и убежденностью трижды произнести строфы принятия прибежища. Если вы занимаетесь медитацией, то важно произнести эти слова до ее начала, потому что они помогают поддерживать целеустремленность посреди всех препятствий, с которыми приходится сталкиваться на пути. По этой причине те, кто приступает к интенсивной практике медитации в уединенном месте, предваряют ее необычными словами принятия прибежища, а следующей фразы. Я предаю себя в руки Будды, Дхаммы и Сангхи. Предавая себя и свою жизнь в руки трех драгоценностей, последователь защищается от препятствий, которые могут возникнуть на пути, и ограждает себя от эгоистичной привязанности к обретаемым достижениям. Но к этому варианту принятия прибежища нельзя относиться легкомысленно, потому что его последствия очень серьезны. В обычных случаях для ежедневной практики следует пользоваться стандартным вариантом. Глава седьмая. Искажение и нарушение прибежища. Искажение прибежища – это факторы, делающие его принятие оскверненным, неискренним и неэффективным. В комментариях сказано, что существует три таких фактора – невежество, сомнение и ложные взгляды. Если человек не понимает причины для принятия прибежища, его смысл или качество трех драгоценностей, этот недостаток знаний является формой невежества, искажающего данный поступок изнутри. Сомнение оскверняет прибежище по той причине, что подверженный ему человек не может быть твердоуверенным в трех драгоценностях. Его приверженность запятнана путаницей в мыслях, подозрением и нерешительностью. Ложные взгляды представляют собой ошибочное понимание акта принятия прибежища или заблуждение на предмет трех драгоценностей. Человек, обладающий ложными взглядами, принимает прибежище, считая, что сам этот поступок гарантирует ему освобождение. Он может верить, что Будда – это бог, способный спасти его, что Дхамма содержит учение о вечной душе, или что Сангха является заступником за людей, посредством которого предоставляется спасение. Тем не менее, пусть даже принятие прибежища искажено этими факторами, человек станет буддистом, и его прибежище будет действительным, пока он считает три драгоценности своим высшим убежищем. Но, хотя это прибежище действительно, само отношение человека к его принятию является ошибочным и нуждается в исправлении. Это исправление может произойти, если он встретит квалифицированного учителя, который даст необходимые рекомендации и поможет преодолеть невежество, сомнения и ложные взгляды. Нарушение прибежища означает отказ от приверженности трем его составляющим. Оно происходит, когда человек, принявший прибежище, начинает считать своим идеалом или опорой что-то отличное от трех драгоценностей. Если он начинает считать кого-то превосходящим Будду или более авторитетным духовным учителем, чем Будда, то прибежище этого человека в Будде становится недействительным. Если он начинает считать другое учение лучшим, чем Дхамма или прибегает для достижения освобождения к другой системе практики, то прибежище этого человека в Дхамме становится недействительным. Если он начинает считать какую-то общину благородных личностей помимо Санхи как обладающую над мирскими достижениями или находящуюся на более высоком уровне, то прибежище этого человека в Санхе становится недействительным. Чтобы принятие прибежища было действительным и неискаженным, следует признать три драгоценности единственным средством достижения окончательного освобождения. Нет для меня другого прибежища. Будда, Дхамма и Санхха – вот мое наивысшее прибежище. Примечание Надхиме Саранаманьям Будду, Дхамма, Санххаме Саранамварам Традиционное буддийское выражение приверженности. Конец примечания Нарушение приверженности хотя бы одной драгоценности делает недействительной приверженность и всем остальным, потому что функционирование прибежища требует признания взаимосвязанности и неотделимости всех трех его составляющих. Поэтому, принимая что-то другое помимо трех драгоценностей в качестве своей наивысшей опоры, человек прерывает прибежище в них и отказывается от своего статуса последователя Будды, Дхаммы и Санхи. Примечание Хотя в традиционной литературе нарушением прибежища считается только выбор другого объекта приверженности, можно также приравнять к нему и полную потерю интереса к трем драгоценностям или мнение о необязательности полагаться на них. Конец примечания Чтобы прибежище стало действительным, нужно принять его заново, желательно предварив признанием своего проступка, после которого пройти формальную церемонию от начала и до конца. Глава восьмая Аналогии, иллюстрирующие объекты прибежища Согласно традиционной индийской манере изложения своих идей, объяснение не может считаться законченным, пока оно не проиллюстрировано аналогиями. Поэтому мы завершим наше рассмотрение принятия прибежища классическими аналогиями его объектов. Хотя в буддийских текстах дается множество прекрасных сравнений, мы для краткости ограничимся четырьмя. В первой аналогии Будда сравнивается с Солнцем, потому что его появление в нашем мире подобно восходу дневного светила из-за горизонта. Его истинное учение, Дхамма, подобно множеству лучей, распространяющихся по земле, рассеивающих тьму и ночной холод, дающих тепло и свет для всех. Сангха, подобно тем существам, которые, завидев, что тьма рассеялась, начинают заниматься своими делами, радуясь теплу и свету Солнца. Во второй аналогии Будда сравнивается с полной луной, королевой ночного неба. Дхамма похожа на лунный свет, проливающийся на землю и дающий прохладу после дневной жары. Сангха – это люди, выходящие ночью на улицу, чтобы насладиться освежающей красотой лунного света. В третьей аналогии Будду сравнивают с большой тучей, пришедшей в сельскую местность во время, когда земля иссушена летним солнцем. Истинное учение, заключенное в Дхамме, это проливающиеся струи дождя, которые наполняют землю водой и питают посадки человека и все остальные растения. Сангха похожа на растения, деревья, кустарники и траву, которые растут и распускаются благодаря питанию дождя, пролившегося на них из тучи. Четвертая аналогия сравнивает Будду с цветком лотоса, символом красоты и непорочности. Подобно лотосу, что растет в мутном озере и выходит на поверхность во всей красоте, незапятнанной грязью, так и Будда, выросший в этом мире, превосходит его и живет незапятнанной его пороками. Дхамма Будды подобна восхитительному благоуханию, исходящему от цветка лотоса и приносящему удовольствие всем. Сангха здесь сравнивается со множеством пчел, что стремятся к цветку за нектаром, а потом летят в свои ульи, где нектар станет медом. Продолжение следует...